Всем привет, это канал Хочу жить в алкогольном водоемах. Давайте об этом поговорим. Так, о алкогольном водоемах. Сейчас приближается лето. Скоро начнется пляжный сезон. Люди будут купаться, ездить на пруд, на озеро, на речку, на море. И если поездка на море или на речку Волгу, то пьянство не является основной причиной этой поездки. То поездка на пруд, на озеро, на речку какую-нибудь деревенскую. Это является основной причиной, чтобы напиться, поехать на рыбалку. Я помню, мы с племянником ездили на рыбалку с ней. У меня даже фотка есть. Мы поехали, я за рулем был, но тем не менее мы пили водку. Мы поехали в ночь, ночевкой, мы выпили бутылку водки, а на следующий день не за руль. Я, конечно же, я не проспался, но на свой страх и риск я сел за руль и поехал. Алкоголь и водоемы, это становится синонимом как бы отдыха. Пожаришь шучки на природе, на пруду, на речке. Какой кайф. А потом пьяным лезть в воду, лезть купаться. Петь, ну там племянник, моя жена купались. А ведь бывает, пьют не только пивка, и я сколько раз пили водку, пили спирт, и потом в полуживом состоянии шли купаться. А ведь могло случиться что угодно, могло свести ногу с утроги. Это меня спасало лишь то, что я отлично плавал всегда. Только это меня спасало. И лишь поездка на море или на реку Волгу не становится пьянкой синонимом. Но и то не для тех, кто там живет рядом с Волгой или рядом с морем, или прямо на море. Ну, тем минуты ходьбы в море, допустим. Живет человек, и он бухает. И это не помешает ему упаться на море и бухать. А потом как-нибудь утонуть по пьяни. Сколько несчастных случаев происходит пьянки. Очень много, очень много людей тонет, очень много людей попадают в различные несчастные случаи. Поплыли на лодке куда-нибудь на рыбалку, перевернулись, утонули. Ну, на рыбалку ладно, там глубоко не заплывут. А так просто пьяные на катере поплыли и утонули. Сколько раз такое бывало. Когда я был юный, ну, еще совсем подросток, лет 14, да даже может помладше. Мы ходили на Волгу купаться. И обязательно пили пивка перед тем, как пойти. А там и так жарко. Раз в 35, наверное, было. Прям пекло, прям асфальт даже горячий. И вот плюс жара, и мы еще выпнувшие и купаться. Не могло случиться что угодно. Запросто мог быть солнечный удар. Насколько я знаю, вообще пить нельзя, когда жара. А у меня плюс еще было внутрикерепное давление юности. И, короче, было не очень хорошо мне. Поэтому пить на водоемах, это очень опасно. По юности, сколько раз мы ездили на пруд, на речку. И всегда это была пьянка. Пока сильно не прибухнешь, мы в воду не заходили. Дальше, что холодная вода. А когда выпьем уже, там уже наполовину захлебываешься, купаешься. И как бы друзей вроде становишься. Ну, а ведь может стать плохо. Но вот что-то отказать, какой-то орган. Сердце остановится, мозг отказать. И все, и человек утонет. Камень пойдет ко дну. Поэтому лучше не пейте на водоемах. Или хотя бы не купайтесь пьяными, сильно пьяными. Сначала искупайте, а потом спокойно жать шашлыка и варите. Хотя бы так. Потому что это очень опасно. Это не шутка. Сколько я хочу жить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.